До новоселья считанные дни. Квартиры в новостройке в Ташкентском переулке получат жители аварийных домов и дети-сироты. Дом построен Самарским областным фондом жилья и ипотеки в рамках президентской программы и по поручению Министерства строительства Самарской области. Дом пока не сдан. Как вы видите, мы на финише. Сейчас устраняем замечания Государственной инспекции строительного надзора. Это буквально незначительные вещи по фасадам. Кое-что утепляем. Ну и делаем полноценное благоустройство вокруг дома. В этом доме в целом порядка 170 квартир. Это 5 с небольшим тысяч квадратных метров жилья. Из них треть квартир мы предоставили по муниципальной программе квартиры детям-сиротам. 117 квартир с чистовой отделкой, с пластиковыми окнами, сантехникой и стальными дверями будут переданы тем, кто уже давно ждет своей очереди. В 35 квартирах поселятся дети-сироты. Качество работ проверил руководитель Департамента строительства и архитектуры Сергей Рубаков. Вы видите, что достойное качество жилья, достойные квартиры. По параметрам мы должны приобрести квартиры однокомнатной, не меньше 31 квадратного метра. Здесь чуть больше даже получается. Кухни неплохие, от 11 до 13 квадратных метров. Комнаты достаточно хорошие, санузлы благоустроенные. То есть, в принципе, это квартира, в которой можно в режиме завтрака, привода и в эксплуатацию заезжать и жить. Виктор Ефимов ждал переселения из аварийного дома 12 лет. Говорит, особенно тяжело дались последние дни. Новый дом так понравился, что мужчина, не дожидаясь официальной приемки, уже начал перевозить вещи. В моей квартире 33 квадратных метра. Я очень доволен. Балкончик появился. Раньше не было. В общем, я доволен. До конца года фонд передаст муниципалитету Самары 108 квартир общей площадью свыше 4,5 тысяч квадратных метров. В своей очереди на новое жилье ожидают более 900 человек. Администрация обещает, что все они в сжатые сроки получат новые квартиры. Андрей Трой, Станислав Левин. События. Коварья. Большая, Большая. И próскоетfeit米и. Продолжение следует... Далее, rejoice!